Я никогда это не отрицал. Действительно, у нас правовая система была выстроена именно таким образом, нацеленная на создание и укрепление, сохранение вертикали власти. Почему? Да потому что после распада Советского Союза мы остались один на один, плюс еще с советскими рублями. Нам обещали, что с советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрал у нас товары и не оплатил. И Беларуси оказались очень много миллиардов должны, но мы их не получили. Я клоню к тому, что у нас народу нечего было есть. Пустые полки – это в республике, которая всегда была развита в этом отношении товарах народного потребления и продуктах питания. А меня начали учить демократии и правам человека. Вот основное право было человека покушать и одеть людей, чем я и занимался. Мы исходили из конкретной ситуации, которая существовала в нашей стране. Нужно время. Штурмом ничего не возьмешь. Вот в Украине попробовали штурмом взять. Что получили? Богатейшая страна. Они что-то неправильно делают? Да все делают правильно. Так или иначе, мы все идем по этому пути. И нас тоже кто-то извне подталкивает и так далее. Но политика и политики существуют для того, чтобы приспособить все это для своей страны. Поэтому главный фактор – это время. Расхождений у нас в политике ни у кого нет, сидящих за этим столом. Ни у Запада, ни у Востока. Кто-то быстрее идет к демократии, кто-то медленней. Кто-то обжегся на этой демократии, в том числе и на Западе. Посмотрите, что творится. Я часто провожу пример. Германия – страна порядка. Достукалась до того, что девчонки в школу в юбках боятся ходить. Это нормально? Или возьмите Французскую республику. О плоте, я говорю, демократии. Вы знаете, я не хотел бы, чтобы в Беларуси подобное происходило. Это во Франции всегда продвинутая и спокойная страна. Посмотрите, что творится в Соединенных Штатах Америки. И я на Мюнхенской конференции однажды сказал, вы нас критикуя, не забывайте наш опыт, ибо вам придется в какой-то части вернуться к нашему опыту для того, чтобы сохранить мир и стабильность в своих государствах. Для народа главное мир и стабильность, и право должно на это работать прежде всего, чтобы не было хаоса. Именно на правовых основах по закону надо строить всякие отношения в государстве. Тогда не будет хаоса. В этом направлении мы действуем.